Слава Украине! Так, ребята, я хочу вам рассказать о так называемой гуманитарной помощи от российских фашистов, которые они предлагают на временно оккупированных территориях. Смотрите, что они делают. Ну, технология довольно простая. Они не дают провозить на эти территории продовольствие даже из ближайших ферм, из ближайших сельскохозяйственных кооперативов и так далее, с тем, чтобы вызвать там голод и панику. Потом они берут, грабят... Ну, плюс одновременно с этим они мародерят и грабят все магазины в данном городе. Посмотрите на сельпо в Херсоне, посмотрите на магазин зодчий в Херсоне и так далее, и так далее. То есть, расисты просто... Ну, это варвары, это люди, это вообще не люди, собственно говоря, у которых нет абсолютно ничего святого. Они грабят как частное население, то есть мирное население, частные дома, так и вот сельпо. Вот, посмотрите, вчера уже кадры по всему миру пошли, что они сотворили с ним, как они выносят... Они же голодные, понимаете, как собаки ходят и просто где вот там украли, там украли, там отмодерили, тут отняли, тут кого-то застрелили. Как они ходят по частным маленьким магазинчикам, по сельпо и так далее, и так далее. То есть, в результате, конечно, торговля вот на этих территориях, торговля продуктами падает низ. Потом они идут, грабят оптовые склады, там же, украинские. И потом с украинских этих складов украинскую продукцию приносят и пытаются раздавать на центральных площадях того же Херсона, как гуманитарную помощь из России. То есть, отмародеренное у украинцев, они пытаются подать украинцам как помощь из России. Вот эта технология, конечно, ну опять, понимаете, если бы сейчас был не 21 век, а 20, если бы люди не умели читать, где это произведено, то, возможно, конечно, кто-то бы в это вот, кто-то, ну совсем идиот, поверил бы. Ну, поскольку сегодня 21 век на дворе, интернет на дворе, все прекрасно знают, откуда, какая продукция поступает, все видят этикетки, что это отмародерено вчера, допустим, в каком-то сельскохозяйственном предприятии в 20 километрах от города, с которого всегда поступали эти же самые продукты, а теперь это быдло, этот бандит привез и дает это как, как, извините меня, какую-то там гуманитарную помощь? Нет, нет. Ты не гуманитарий, ты не тот, кто помогает, ты мародер, ты бандит, ты садист и ты фашист. Вот это о российских так называемых войсках. Нет, это фашистские войска. Фашистские войска во всех отношениях, в том числе и в сфере так называемой гуманитарной помощи. Кстати, с Украины настоящую гуманитарную помощь, которая везется от чистого сердца своим гражданам, они не допускают эти подонки, они останавливают фуры. Вот в Херсонскую помощь направлена куча фур со стороны Запорожья, их не пропустили. Они предпочитают грабить и чужое выдавать за свое. Это первый момент. Второй момент, жрать у них особо нечего, поэтому этим тоже можно объяснить, почему они занимаются мародерством, потому что Россия не была готова к длительному военному конфликту. Все сухпайки, даже вот те просроченные 2015 года, которые мы прекрасно видели, там 2015-2016 год, срок годности был, то есть они их как скот, ну, на это было, дают им вот это, как собакам каким-то. Вы станете свою собаку кормить продуктами с хрустиками, просроченными в 2015 году, а они своих одноразовых ванек кормят. Так вот, получается, что они не готовы были просто-напросто. Абсолютно не готовы. И они сейчас вынуждены грабить украинцев с тем, чтобы хоть как-то пожрать самим. Ну, и параллельно типа показать, какие они великие гуманисты и несут гуманитарную помощь. От России. Угу.